Добрый день! Вы не любите длинные сообщения? Я буду краткой. Я устала от детей. 11 лет и 2 года. Не могу ни писать, ни читать, ни рисовать. Младшая постоянно лезет, хочет участия. А я хочу побыть наедине с собой. У старшей начинается половое созревание. Прямо раздражают они меня. С мужем близости не хочу. Разговаривать не хочу. Ездить никуда не хочу. Перестала молиться и читать слово. Сильно похудела, как скелет стала. Мне кажется, что я схожу с ума. Какая-то внутренняя истерия, порой не только внутренняя. Не понимаю, для чего живу. Хочется лечь и умереть. Мужу не изменяю. Работу люблю. Что со мной происходит, не понимаю. Часто плачу ни с того, ни с сего. Буду благодарна, если поможете с ответом. Тут надо искать причину. Какая-то... Вообще два года ребенку. Видимо, у женщины жизнь была-была. Там 11 лет. Представляешь, такой отрыв. Был определенный образ жизни. И здесь раз родила ребенка. Ну, как раз родила тогда, когда старшая начала взрослеть. Да, вот такие два кризиса наслоились. По идее, конечно, надо, чтобы кто-то детей забирал, чтобы женщина отдыхала. Я помню, у меня уже тоже там подряд трое детей было. И когда я последнего мешала, то у меня такие мысли приходили. Господи, что я наделала вообще? Мне так было плохо. Мне так было тяжело эмоционально, физически. Я просто... У меня там другая знакомая девушка. Она говорит, я прям пряталась от них в шифонере. Они мне ходили по дому, искали детей. Ну, вот настолько вот тяжело. Такие вот периоды, когда ты не справляешься. Тебе как будто бы у самой нет эмоций им дать. Вообще, что такое материнство? Это же передать эмоции детям. Соботу, защиту, любовь, внимание, все такое. А если у женщины доступа к новым эмоциям нет, она все отдала, и у нее больше нет. Поэтому женщине надо отдыхать. Ну, мало кто это понимает. Хоть это называется декретный отпуск. А она же говорит, что работает. Отпуска нет. А потому что она знает, какой отпуск. Если я пойду, кто его будет оплачивать, допустим, да? У нас нет понятия баловать женщину. У нас нет понятия, давайте ей отдохнуть. Ты ж мать, ты сиди. И вот этот ты ж мать вот в таком состоянии воспитывает детей. А мне хочется к мужчинам обратиться. Это же твое будущее. И вот эту ты ж мать надо иногда, ну, выгуливать, чтобы она просто в одиночестве посидела, чтобы она никому не готовила, не стирала, не убирала, никого там не следила, чтобы она просто могла вот в тишине, в одиночестве посидеть. Причем у нее уже даже нет желания на это. Ее надо прямо брать под рученьки, увозить куда-нибудь, чтобы она посидела. Я помню, как один парень верующий, он увидел вот в таком состоянии свою жену. Просто в городе снял ей номер в отеле, в каком-то хорошем, не в каком-то там, в каком-то хорошем, сетевом, ну, где там все налажено уже веками. Купил ей номер в отеле, поселила ее туда, и жила она там сутки или двое, не помню, кажется, сутки там, кормящая она еще была. Что это? Она днем туда заехала после двух, целый день просто там находилась, спускалась в ресторан, кушала, потом вечером спа, там, процедуры, утром проснулась, позавтракала и приехала домой. Другая женщина. Другая женщина. Ну, сколько это стоило? Ну, 10 тысяч. Дело тут не в том, что тут мужчина сам до этого додумался, а здесь девушка у нас кричит о помощи. Да. Значит, ну, представляешь, девушка похудела, она срывается, ну, дома атмосфера такая, и никто ей эту руку помощи не протягивает. Значит, нужно... Ну, иногда, что руку помощи не протягивает, вот я, допустим, вспоминаю, почему я... Я же могла попросить помощи. Иногда мы сами ее не просим. Ну, да, у нее уже апатия, представляешь? Кто заставлял меня лезть на эту, как говорится, амбразуру? Кому я что доказывала? Надо было просить помощи. И поэтому максимально просите помощь. Надо у всех просить, не только у мужа. Да, у родителей, у подруг. У родителей, у подруг. Можешь под подруга посидеть сутки с твоими детьми. Надо просить помощь. Почему не имеете? Потому что не просите. Но это жизненно важно, просто перезагружаться. А иначе все. Последствия будут не очень хорошие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»